Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» — программа о людях, живущих в мире с Богом. Май — особенный месяц для нашей страны. 9 мая мы празднуем освобождение и победу над исключительно сильным и беспощадным врагом, имя которому — фашизм. За время своего существования перед человечеством появилось множество различных угроз. С незапамятных времен мы испытываем страх перед природными стихиями, дикими зверями и болезнями. Практически непобедимы первые, приручены вторые, третьи отступают. Однако человек изобрел еще один кошмар, который называется войной. Само существование войны как метода разрешения конфликтов уникально. Война, наверное, один из немногих артефактов, которые невозможно использовать без греха. Многие, сталкивавшиеся с этим явлением, на своем опыте узнают, что в этом мире существует уродливое и неприкрытое зло. В ряду войн Великая Отечественность занимает особое место. Далеко не многие войны в истории нашей страны были даже близко сопоставимы с ней по масштабам потерь. Нет такой семьи, которая бы на себе не почувствовала этого горя. Но имеется еще одно ключевое отличие, которое позволяет глубже понять смысл слов знаменитой военной песни. Священная война. Так назвала впервые именно Церковь главное испытание XX века для нашего народа. Это была не просто война за жизнью людей, но и за их души. Ведь сейчас уже не является секретом, что почти все руководство фашистской Германии того времени имело оккультные убеждения. Мало того, именно эти убеждения двигали их к покорению других стран. Покорению не только физическому, но и самое главное духовному. Гитлер знал, что нет ничего проще, чем сломать народ, который лишился своих христианских корней. Тот оккультный бульон, который в случае победы фашистские идеологи залили бы в наши головы, оставил бы наш народ вне Христа, то есть лишил бы вечной жизни. И вот этому злу, которое ворвалось в наш дом на танках и самолетах, Церковь призвала сопротивляться не только духовно, но и вооруженным путем. Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадом участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних. Тогда война считается, хотя и нежелательным, но и вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В те годы Церковь не ограничилась только духовной помощью, была и помощь материальная. Верующими со всей страны было собрано 300 миллионов рублей в фонд обороны. Кроме того, на пожертвования была создана танковая колонна Дмитрий Донской, а также эскадрилья Александр Невский. Патриотическая деятельность Церкви была также оценена государством. Около 40 священнослужителей были награждены медалями за оборону Ленинграда и за оборону Москвы. Более 50 человек удостойны медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Медаль «Партизану Великой Отечественной войны» получили несколько десятков священников. Патриарх Алексей I был награжден медалями за оборону Ленинграда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и Орденом Трудового Красного Знамени, за высокую организацию и руководство патриотической работой в годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война – это не борьба идеологии или социальных строев, а борьба за веру и правду. Вклад Церкви огромен, он не поддается количественной оценке и не может быть выражен в материальном эквиваленте. Удивительное самоотвержение, великодушие, беспримерный подвиг, который явил наш народ в период Великой Отечественной войны, и есть вклад Русской Православной Церкви в победу над богоборческой, чудовищной по своей жестокости силой фашизма. Субботу, Второй Седмицы по Пасхе, епископ Ставропольский и Невиномысский Кирилл посетил город Невиномыск, где он осветил домовой храм в честь святых веры, надежды, любови и матери их Софии и возглавил Божественную Литургию. А в неделю святых жен Мироносец с архипастерским визитом преосвященнейший Кирилл посетил город Благодарный, где возглавил Божественную Литургию в Александро-Невском храме, посетил выставку икон и детских работ на православную тему, а также побывал на месте строительства двух храмов. Песня «Слава и Рождества!» Песня «Слава и Рождества!» В минувшие выходные в Казанский кафедральный собор Ставрополя для поклонения верующих привезли крест, оскверненный вандалом в Покровском кафедральном соборе Невиномыска. Напомним, 20 марта в крестопоклонную неделю Великого Поста 21-летний хулиган устроил погром в соборе Невиномыска. Вандал избил священника, перевернул на пол поклонный крест и воткнул в него охотничий нож. Оскверненное распятие доставили в Храм Христа Спасителя Москвы, 22 апреля там прошел молебен, в котором участвовало около 65 тысяч верующих. Поклониться пороганной святыне пришли сотни ставропольцев. Под пение Христос Воскресе и пасхальных стихир крест Господень занесли в Казанский собор Ставрополя. 28 апреля 2012 года епископ Ставропольский Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию и чин освящения домового храма в честь святых Вера, Надежда, Любови и Матери Софии, православного детского сада города Невиномыска, Вера, Надежда, Любовь. К сегодняшнему дню мы шли почти 7 лет к этому празднику. Сегодня замечательное событие, когда владыка наш Кирилл, правящий архиерей, совершил великое освящение храма домового при детском саде. Было время 7 лет назад, когда здесь не было ни окон, ни дверей, здание было брошено, гулял ветер, территория была всем брошена. Сегодня это здание наполнило радостью, улыбкой и весельем и так далее. То есть у нас около 100 воспитанников, 98 человек, у нас 26 сейчас сотрудников, 40 различных кабинетов и аудиторий. То есть как бы существует уже полноценная организация, дошкольное образование здесь проходит. И конечно мы радуемся тому, что вновь это здание получило новое рождение. В этот же день в православном детском саду состоялось торжественное открытие Центра дополнительного образования и оздоровления. Это необычный случай для детских садов. Просто выслушаю многих родителей, их пожелания, как бы забирая ребенка с детского сада, не везут куда-либо в Центре развития, кого-то на танцы, кого-то на изобразительное искусство. И мы приняли решение о том, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития детей. Этот центр рассчитан не только на воспитанников нашего детского садика, но и на детей, приходящих из города, из микрорайона и даже из окрестных сел. Здесь оказываются услуги и оздоровительные, и образовательные. Образовательные услуги – это развивающие игры для самых маленьких по системе Монте-Сори. Есть даже группа вместе с мамой для тех деток, кто еще не самостоятельен, для детей от года и до трех. Есть услуги обучения английскому языку с дошкольного возраста. Есть услуги логопеда. Ведется преподавание изобразительной деятельности, лепки и рисования. Открылся кабинет предшкольной подготовки. Тоже как для наших деток, так и для детей, приходящих из микрорайонов. Пригношаем сюда для приветственного слова депутаты, везде подобраны программы, развивающие и обучающие. Лицензия на этот вид деятельности уже получена. То есть мы уже работаем полноценно по образовательной деятельности. Дополнительные медицинские услуги предоставляем. Готовы предоставить стоматологические, физиопроцедуры. Центр готовился к открытию более полутора лет. Все работы по его строительству и оснащению проводились на средства грантов Национального благотворительного фонда «Жертвователи и благотворителей», а также при финансовой поддержке Кафедрального собора «Покрова Пресвятой Богородицы» города Невиномыска. Разделить радость праздника в детский сад прибыли священнослужители Ставропольской и Невиномысской епархии, казаки, представители администрации Думы города Невиномыска, а также руководители предприятий и предприниматели. Те люди, которые помогали строить и благоукрашать центр. Завершился праздник концертом, который подготовили воспитанники православного детского сада, детские творческие коллективы дошкольных учреждений и домов культуры города Невиномыска. Особенно своим выступлением покорила всех одна из воспитанниц детского сада Лаура. Она вместе с родителями специально для этого праздника сочинила песню «Люблюка». Я не буду, мама, бракать, просто назови меня. Епископ Ставропольский и Невиномысский Кирилл подарил воспитанникам центра «Вира, надежда, любовь» автобус на 22 места, на котором они смогут совершать экскурсионные поездки. 29 апреля 2012 года епископ Ставропольский и Невиномысский Кирилл посетился архипастерским визитом в город Благодарный. В сослужении духовенства владыка совершил праздничное богослужение в храме Александра Невского. Храм очень древний. Он был построен в XIX веке на пожертвование жителей села. По окончании божественной литургии архипастер поздравил женщин с праздником Жон Бероносец и призвал всех верующих хранить веру православную. После богослужения епископ Кирилл отправился в муниципальное общеобразовательное учреждение «Досуковый центр Феникс», где пообщался с молодежью и посмотрел выставку работ на православную тематику. Тины и иконы, написанные ребятами, часто становятся победителями и призерами различных конкурсов. В числе участников – дети из детской школы искусств, центра для детей без попечения родителей «Гармония», Дома детского творчества и Детского дома имени Покровского. Помимо работ молодежи, владыка посмотрел 20 редких храмовых икон, которые находятся в частной коллекции одного из жителей города. Самое древнее из них датируется XVI веком. В некоторых из святынь даже сохранились пули, которые были выстрелены в иконы гонителями православия. После выставки епископ Кирилл осмотрел место по строительству храмов святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Центральном парке города Благодарный. Владыка ознакомился с проектом и благословил намерение администрации города продолжить работу по строительству храма. На сегодняшний день уже заложен сундамент. Ведутся работы по возведению стен. Также архипастор благословил строительство храма-часовни в честь новомучеников и исповедников российских в районе Верхнего рынка по улице Комсомольской города Невиномыска. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Увидимся через неделю в это же время. Всего вам доброго и дохранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok